Всем привет, друзья! Посмотрите, какое чудо мы сегодня готовим! Пончики с повидлом. Какие же они вкусные, домашние. Сколько много повидла, горяченькие, пышные, пропеченные. Очень вкусные. Они растут прямо в сковороде. Что хочу сказать? Надо делать. Надо делать, готовить вместе с нами. А такую вкуснятину к чаю. Не пропускайте рецепт. Я желаю вам приятного чайпития и приготовить такие пончики вместе с нами. Смотрим. В теплый кефир высыпаю сахар, дрожжи. Одну столовую ложечку горкой муки. Перемешиваю. Убираю в сторонку минут на 15-20. В большую миску, где мы будем замешивать тесто, разбиваю яйцо. Добавляю соль. Растительное масло. Рецепт точный смотрите под видео. Сметану. Все продукты заблаговременно я выложила из холодильника, чтобы они у нас были комнатной температуры. Сметану возьмете пожирнее, получится повкуснее. У меня 15-ти процентное, можно 20-ти процентов использовать. Перемешиваю. Дрожжевая основа у нас очень хорошо выросла. Выливаю ее в большую миску. Перемешиваю. В муку добавляю разрыхлитель. Частями добавляю муку в жидкую основу. Тщательно вымешиваю тесто. Собрала тесто. Выкладываю оставшуюся муку, высыпая на стол. Вмешиваю тесто. Если подлипает, немного муки добавьте. Хорошая фактура. Такое плотненькое, в то же время мягкое. Очень кефирное. Оно такое и есть мягенькое. Не прилипает к рукам. Убираю его в мисочку. Здесь растительное масло я немножко положила. Сверху смажу, чтобы корочка не образовывалась. Минут на 35-40. Вот такой рецепт, что не на час. Теплое место. Салфеточкой накрываю. Тесто выкладываю на стол. Делю его на две части. Так, одну часть чашечку убираю. Вторую часть обминаю. И раскатываю лепешку. Тесто, как видите, великолепное. Оно не липнущее, гладкое, эластичное. Легко с ним работать. Раскатываю в толщину где-то полсантиметра. Так вот, чтобы не слишком толсто, потому что пончики будут очень пышные. И толщина не должна быть большой. Взяла заготовку, чтобы наши пончики были примерно одинаковые. В диаметре она у нас 10 сантиметров. Делаю нарезку. Выкладываю повидло. И закрываю, просто слепляя края. Вот так вот это выглядит. Тесто очень хорошо прилипает. Вот такой вот первый пончик у нас готов. Убираю его в сторонку на расстойку. Дальше с вами поехали. Пышечки у нас постояли на расстойке. 20 минут. Масло очень хорошо прогрето в сковородке. Начинаю выкладывать. Соблюдаю расстояние, потому что в размере они очень хорошо увеличатся. Штучек 5 пока положу. В нашу сковородку. 5-6 штучек. Обжариваем наши пончики с обеих сторон. А когда будете переворачивать на обратную сторону, накрывайте крышкой, чтобы они у нас хорошо пропеклись. Друзья, желаю вам приятного чайпития. Понравились пончики? Поднимай палец вверх и подписывайся на наш канал. Хочешь помочь нам? Поделись видео в соцсетях. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok